Для семичан заработала парковая зона многофункционального культурно-спортивного комплекса «Арена», что находится в новом микрорайоне Карагайлы. Жители всего города приезжают сюда, чтобы покататься на велосипедах, скейтбордах и просто отдохнуть в приятном месте на свежем воздухе. Изюминкой парка стал светомузыкальный фонтан. Именно на него приходят посмотреть горожане. Карагайлы – это новый, современный и быстро развивающийся район города. Его жемчужиной стал многофункциональный культурно-спортивный комплекс «Арена» и его парковая зона. Несмотря на то, что он находится на окраине, сюда после послабления карантина стали каждый вечер приезжать горожане. Ведь это отличное место, где каждый может провести приятное время вместе с семьей. Парковая зона культурно-спортивного комплекса «Арена» уже известна всему городу. И, как вы уже отметили, официального открытия не было, потому что пандемия коронавируса, коронавирусной инфекции, ну, конечно, получается, немного изменила все планы, конечно. Но, несмотря на это, люди об этом знают, видят в соцсетях и, конечно, приезжают сюда, получается, в других частях города, сюда, в микрорайоне Карагайлы, чтобы отдохнуть, погулять и насладиться такой красотой. В данной парковой зоне есть скейт-парк, баскетбольная и футбольная площадки. Для удобства посещающих предусмотрены, помимо дизайнерских лавочек, качели. Установлены камеры видеонаблюдения, хорошее освещение по всему периметру парка. Есть велосипедная дорожка с асфальтом, а также пешеходная с брусчаткой. Об этом парке мы узнали тоже недавно. Нам здесь очень понравилось. Сегодня вот приехали. Очень красиво, зелено, такая инфраструктура. Для детей очень много здесь. Ну, теперь мы будем знать, что можно приезжать с роликами. На велосипеде можно приезжать, уже кататься. Воздух, правда, здесь очень свежий. Такие дома красивые. И вообще, для прогулки здесь такое место, правда, очень красивое. Каждый вечер в 8 часов здесь запускают светомузыкальный фонтан с акустической системой. Это изюминка парковой зоны. Именно на него приходят посмотреть семейчане. Вокруг фонтана создан такой некий пруд. И люди спокойно могут через, получается, специальные полпроходы проходить и находиться возле фонтана. То есть это уникальный в своем роде фонтан, которого еще в нашем городе не было. И данный фонтан как раз, получается, к себе притягивает всех горожан. Его даже в народе некоторые называют дубайским фонтаном. За счет этих струй, вот, игр, получается, со светомузыкой. Можно сказать, что это умный фонтан. На нем есть система определения скорости ветра. Чем сильнее ветер, тем ниже струя воды, соответственно, меньше брызгов. Этим он и отличается от других фонтанов. Диаметр фонтана 35 метров. Здесь даже есть специальный водоем. Сделали и декоративную арку. Люди, которые пресечают данный парк, отмечают, что, когда они приходят сюда, они будто попадают совершенно в другой город. Фонтан очень красивый. Здесь приятно находиться. Рады, что открылся такой парк. Увидели в интернете и специально пришли сюда. Сами мы из Аягуза. Кроме того, здесь есть детский сухой фонтан, который появился в нашем городе впервые. Постелим газон. В следующем году на нем можно будет проводить пикник. Посажены различные виды деревьев. В дизайне ландшафта предусмотрена некая аллея для влюбленных. Лет через пять здесь будет густая дорожка из деревьев. Вахтбулька Зевская, Рад Кужахметов, Телеканал Семей.